Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Татьяна Курячая. Итак, мы продолжаем нашу тему «Трансформация себя в MLM бизнесе». На прошлом занятии мы с вами рассмотрели, что в сетевом существуют две позиции. Это позиция наблюдателя и лидерский подход. Каждый из вас должен был определить, что в настоящий момент, в какой позиции он находится. И если вы определили, что вы находитесь в позиции наблюдателя, и вам это не нравится, то тогда эта серия уроков как раз для вас, потому что мы переходим к трансформации себя. И первый урок, который сегодня по трансформации, это «Начинаем с себя». Зачем я записываю этот первый урок? Почему он именно первый? Потому что, когда вы выходите, когда вы приходите в сетевой маркетинг, то вы должны понимать, что сетевой маркетинг – это как раз привод людей в свою структуру. И если вы не начинаете с себя, если у вас появляются страхи, появляются какие-то неуверенности, и если вы не идете, не приглашаете в свою команду людей, то тогда грош цена вашему сетевому маркетингу. Помните, я говорила, что это позиция наблюдателя. Но иногда человек не приглашает людей не потому, что он не хочет, а потому что у него появляются какие-то проблемы и какие-то состояния страха. Смотрите, какие бывают ситуации, я вам зачитаю, как люди обычно говорят, когда я говорю, почему ты не приглашаешь людей? Почему? Ты не хочешь? Он говорит, нет, я бы хотел. А почему ты не приглашаешь? И мне говорят, я еще недостаточно зарабатываю. Как я могу им рассказать о том, что я не умею? У меня нет квалификации. Как я могу им сказать, что я замечательно наставником буду, если я еще квалификации не достигну? Недостаточно знаний у меня по работе, по рекрутингу, по управлению и всему остальному. Я имею, а имею ли я моральное право? Однажды как-то мне один человек сказал, я говорю, почему ты не приглашаешь? Она говорит, а имею ли я моральное право? Я говорю, в смысле? Ты когда приглашаешь людей, ты, ну вот, что ты чувствуешь? И она мне сказала такую вещь. У меня ощущение, что я заманиваю, как, знаете, как в ловушку человека. Если у вас есть такое мнение, что вы заманиваете в ловушку человека, то тогда, значит, у вас никогда не получится хорошей структуры. Почему? Потому что есть правило. Важное правило. Выиграл равно выиграл. Это важное правило не только в сетевом. Это важное правило в коммуникации, в общении. Это важное правило в взаимоотношениях с любимым человеком. Это важное правило вообще по жизни. Если вы будете предлагать людям прийти в компанию Фаберлик и будете показывать им их преимущества, то вы точно будете знать, что те люди, которые придут, они получат благо. И, соответственно, получается, люди получают благо, а раз они делают заказы, раз они приводят своих знакомых, то и вы получаете благо. И если относиться к этому, вот именно с этой позиции, тогда будет совершенно по-другому. Вам гораздо проще будет работать. Поэтому поставьте себе как галочку. Прежде чем пригласить новичков, вам необходимо обязательно прописать, расписать, подумать, что может, в чем может выиграть человек, который придет в вашу структуру, который придет в компанию Фаберлик. Хорошо? Это как домашнее задание. Теперь давайте с вами рассмотрим, что такое сетевой маркетинг. Но прежде чем мы начнем разбирать, что такое сетевой маркетинг, я хотела бы, чтобы вы записали себе вопрос. Задайте себе вопрос, почему вы пришли в Фаберлик? Почему вы до сих пор в Фаберлик? Почему? Почему? Вот есть, я знаю, люди, которые меня смотрят, есть, которые очень много лет в этой компании. И именно в сетевом. Почему вы в сетевом и почему вы в Фаберлик? Вы поймете потом, когда мы будем двигаться дальше, вы поймете, почему этот вопрос. Но я его задаю сейчас. Итак, смотрите, что же такое сетевой маркетинг? Что такое сетевой маркетинг? По сути, по своей, это эксклюзивный продукт. Согласны? Эксклюзивный продукт. И очень многие приглашают именно вот на эту позицию, на эксклюзивный продукт. Второе. Возможность дополнительного дохода. Дополнительного дохода. Если вы сами не получаете дополнительный доход, не потому, что вы не получаете, если вы не делаете никаких действий в этом направлении, поэтому вам сложно пригласить человека на дополнительный доход. А это продажи, это раздача каталогов, это общение с людьми. В удовольствие и получение дополнительного дохода. Поэтому вот здесь вот отметьте себе, где вы, делаете ли вы это. Третий момент. Построение бизнеса. Я могу понять, что очень многие не в этой позиции, то есть не строят бизнес. Они пользуются продуктом и иногда получают дополнительный доход. Очень маленькая категория людей строят бизнес. Почему? Потому что возникает вопрос, а имею ли я моральное право? Помните, мы с вами говорили? Это первое. И второй момент. Сейчас мы с вами рассмотрим. Дело в том, что очень многие говорят только лишь вот это, что есть три возможности. Но ведь сетевой – это не только продукт, это не только возможность дополнительного дохода, и это не только построение бизнеса. Если бы это было так просто, то это была бы обыкновенная работа. Сетевой – это тоже обыкновенная, серьезная работа. Но она кардинально отличается от тех видов деятельности, которые, например, как предприятие, или как работа в каком-то магазине на хозяина. И даже от линейного бизнеса она тоже отличается. Потому что сетевой маркетинг – это все-таки больше предпринимательский подход. Но даже если у вас, предположим, нет доходов, помните, я вам зачитывала, или нет уверенности в сетевом маркетинге, то тогда я рекомендую, чтобы вы сейчас записали. Я не буду это записывать. Если вы не будете за мной успевать, вы можете остановить ролик и записать, остановить и прослушать заново. Что может дать сетевой маркетинг? Вот это я запишу. Вопрос. Что может дать сетевой маркетинг? Первое. Приятное окружение. Согласны со мной? Потому что, когда вы приглашаете себе в компанию, в свою структуру людей, то вы приглашаете только тех, кто вам нравится, кому вы лояльно относитесь. Если человек вам не будет нравиться, вы даже с ним не заговорите про сетевой маркетинг. Приятное окружение – это когда вы приходите на агентский пункт, общаетесь с людьми, с такими же сетевиками, как и вы. И вы понимаете, что это люди другого формата, другого мышления, другого подхода. Возможность видеть и общаться с людьми высшего уровня. Скажите, пожалуйста, когда, предположим, кто-то работает на предприятии, часто ли вы видите тех людей, которые стоят у верхушки? Вероятно, где-то на расстоянии, и пообщаться с ними практически нет возможности. Сетевой и тема им уникален, что есть уникальная возможность пообщаться с теми людьми, которые действительно уже добились многого. Если не в денежном эквиваленте, то они видоизменились самостоятельно. То есть у них произошла вот эта трансформация. Они другие, они отличаются. И очень многие, кто приходят в сетевой маркетинг, вначале боятся, а потом, когда они попадают на какое-то мероприятие, они говорят, «Боже мой, так вы совсем другие». И одним это нравится, и они остаются в сетевом, или не нравятся, и они просто уходят, или просто пользуются продуктом. Следующий момент. Возможность развиваться самому. Ведь сетевой маркетинг – это как раз то место, когда вы можете развиваться. Вы можете личностно расти. Вы можете именно здесь понять, чего вы хотите. Но ведь развитие здесь не только может быть личностное. Есть еще и другое. Это развитие, знаете как, как новые профессии. Например, благодаря сетевому маркетингу, я по-другому скажу. Много лет назад, когда я была маленькой девочкой, когда я нигде не работала, я очень мечтала быть или парикмахером. Сейчас у меня есть опыт и знания по поводу ухода за волосами, как правильно ухаживать, и все остальное. Я всегда мечтала быть косметологом. У меня не получилось, потому что я пошла в другую деятельность. Именно сетевой маркетинг дает возможность стать более профессиональным, знающим человеком в косметологии. А некоторые действительно уже становятся профессиональными косметологами. Я всегда мечтала, мне нравилось кого-то приукрашивать и красить. Я сейчас после обучения определенного профессионально подхожу к визажу, и я могу это даже преподавать, потому что я знаю, как это делать. И у вас огромное количество таких моментов. Это и психология, это и менеджмент, это и управленческие, развитие компетенций. Понимаете? Именно сетевой маркетинг дает развитие большое, глобальное, а не конкретно направленное. Например, вот если развиваются люди на каком-то предприятии, если им дает начальство развиваться, потому что обычно, обычно, я, наверное, вас не удивлю, обычно начальнику не нужно, чтобы его подчиненный развивался, а вдруг он поумнеет и уйдет. Начальнику нужно, чтобы подчиненный выполнял определенный функционал. И если он не выполняет определенный функционал, его или увольняют, или штрафуют. Именно сетевой маркетинг дает возможность развиться и видоизмениться. Признание вас как личности. Потому что, когда человек достигает каких-то определенных, даже маленьких побед, то его, о нем говорят, его поощряют, его хвалят. Человек, пришедший в сетевой маркетинг, начинает чувствовать себя личностью. Он начинает понимать, что, оказывается, он человек, что он с большой буквы, потому что очень часто человек, личности не нужны на каких-то предприятиях. Там важно, пришел, отработал и ушел. И именно сетевой дает такую возможность. Возможность стать профессионалом в разных направлениях. Я об этом выше сказала. Внешние изменения. Очень многие, кто приходит в сетевой маркетинг, начинают пользоваться прекрасным продуктом, как для тела, так и для лица, так и для волос, декоративной косметикой. Они могут позволить себе гораздо больше, потому что стоимость гораздо ниже. И внешне меняются. Но важно другое. Человек, меняющийся внутренне, а это следующий пункт, изменение своей позиции в жизни. Изменение своей позиции в жизни, это значит внутренняя, большая уверенность в себе, поднятие своей самооценки, понимание, что действительно ты способен на что-то большее. И именно вот этот момент, когда ты внутренне начинаешь развиваться, личностно расти, когда ты начинаешь быть уверенным в себе, твоя самооценка растет, соответственно, это отражается на твоем внешнем облике. И именно в сетевом маркетинге огромное количество возможностей развиваться. Из имидж, здесь действительно рекомендуется определенный имидж. И даже если не рекомендуется, когда вы приходите и начинаете общаться на каких-то мероприятиях, или начинаете проходить определенное обучение по имиджу, вы хотите соответствовать тем людям, которые вас окружают. То есть тяга появляется, измениться внешне, одеваться по-другому, найти определенный стиль свой. И очень много обучения, как правильно подобрать свой имидж. Путешествия. Те, кто приходят в сетевой маркетинг и начинают двигаться по карьерной лестнице, они или получают подарки от компании, или начинают понимать, что есть уникальная возможность путешествовать по всему миру. И вот я точно могу сказать, что я не только получала подарки от компании, я самостоятельно захотела ездить, потому что, когда первый раз я съездила за рубеж, моя первая поездка была на Кипр, и когда я была в окружении бриллиантов директоров, и когда я видела, как они живут, как они общаются, что они могут себе позволить. У меня, знаете, извините, у меня жаба задавила. Не то, что я там, знаете, как им зазавидовала. Другой момент. У меня задавила меня жаба, я хочу так же. У меня, понимаете, как показатель определенный. Потом я рассказала своей подруге, которая в низкой квалификации, и она сделала все возможное и невозможное, и поехала вместе со мной. Теперь она может рассказывать, что это реально путешествие. Это реально увидеть разные страны. Потому что после Кипра у меня началось путешествие. На сегодняшний момент у меня, я уже посетила 9 стран, и у меня есть даже правило, что если я приезжаю с определенной страны, я обязательно привожу оттуда украшения. То есть я, понимаете, как нашла какую-то стезю такую интересную, чтобы, как говорить, а вот это с Кипра, а это с Турции, а это там вот оттуда, а это оттуда, а это с Египта, и так далее, и тому подобное. Важно другое. Именно сетевой маркетинг дает возможность определенного путешествия. Почему? Когда вы едете самостоятельно попутешествовать и где-то отдохнуть, вы просто валяетесь на пляже. Когда вы едете с компанией Фаберлик, даже если вы заплатили свои деньги, а не за счет компании, например, вам, во-первых, это гораздо дешевле обходится, потому что все равно покупается общее большое количество путевок, и, соответственно, это дешевле. Но там есть другой момент. Помимо отдыха, там есть общение. Общение в кулуарах, общение на мероприятиях, на определенных обучающих процессах, и вы совсем другим становитесь. Это же благо, согласитесь со мной. Еще один из пунктов, который я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Уверенность в завтрашнем дне. Глядя на тех людей, которые стоят выше вас, которые уже достигли, у вас появляется уверенность в завтрашнем дне. Если он смог, почему я не могу? Особенно это видно на мероприятиях. Возможность изменить жизнь других людей. В сетевом маркетинге появляется возможность, чтобы приглашая людей изменить их жизнь. А если вы меняете их жизнь, и у них получаются какие-то достижения, вот эта радость, она несравнимая ни с чем. Это, знаете, это практически как радость за собственного ребенка, потому что люди, которые приходят в сетевой маркетинг, они становятся, ну, в кавычках, конечно же, но в любом случае, как ваша семья, как ваши дети. И когда приходит человечек, который ничего не умел в этом направлении и вдруг начинает достигать результата, вот это счастье. Вы не представляете, какое это счастье. Когда мой директор позвонила мне и сказала, Таня, я открыла квалификацию директора, я аж заплакала. Заплакала не потому, что вот, о, ура, я получу какие-то бонусы. Я заплакала от счастья за этого человека, за эту девушку. Это действительно неописуемо. Те, кто не испытал такой радости, если у вас нету людей, начните растить людей, начните менять их жизнь. Домашнее задание по этим всем пунктам, которые я проговорила. Вот теперь запишите. Запишите более пяти пунктов, что изменилось в вас благодаря Фаберлик. Давайте я вам все-таки это запишу. Домашнее задание. Записать более пяти пунктов. Я вам только маленькую толику написала того, что принес мне Фаберлик. Вы разберитесь, что вам принес Фаберлик. Более пяти пунктов, что вам дал Фаберлик. Что он изменил в вашей жизни? Что поменялось к лучшему? То есть вы берете себя, представляете тем, которые вы были до сетевого маркетинга, до Фаберлик. И теперь какие вы сейчас? Что у вас поменялось или изменилось к лучшему? Следующий. Нарисовать. Я говорю нарисовать, может быть, вы опишите. Нарисовать себя до и сейчас. Если у вас поменялся гардероб, если у вас изменилось состояние кожи, вот, например, знаете как, я же пришла в Фаберлик, в сетевой, для того, чтобы изменить состояние моей кожи, потому что у меня на лице были вот такого размера угревая сыпь. У меня шишки были на лице, я не знала как вывезти, я из косметических салонов не вылазила. Я просто-напросто, мне на моем пути попалась моя знакома, она предложила мне, и чтобы отвязаться, я купила этот крем, чтобы отстала она от меня, потому что она меня прям вот достала. Но насколько я была ей благодарна, потому что этот крем начал кардинально менять мое лицо. И тогда я попросила полную серию. И тогда она мне предложила регистрацию, и я еще долго упиралась, чтобы не зарегистрироваться. Но когда она меня буквально пинком заставила, чтобы я зарегистрировалась, теперь я ей шлю низкий поклон, моей знакомой это мой наставник. Потому что состояние моей кожи кардинально изменилось, и это оценивают друзья, потому что особенно те, которые долго меня не видели. Они меня видят, вот например, через какое-то время и говорят, что ты делаешь со своим лицом. Как так? Почему у нас вот мы одного возраста, а у тебя лицо такое, а у нас такое? Поэтому если у вас только лицо изменилось, внешний облик, напишите это. Напишите, нарисуйте, повспоминайте. Это очень важно. Я потом скажу, почему. Следующий пункт. что изменилось что изменилось внешне и внутренне. Если вы ездите на определенное обучение, вы меняетесь, развиваетесь, вы внутренне по-другому себя начинаете чувствовать. Вы практически другим человеком становитесь. У каждого что-то свое. Кто-то начал более четко оговорить, кто-то начал, например, запросто общаться с людьми, не бояться людей. Кто-то, например, стал более интересным для близких людей. То есть, действительно, развитие и совершенно другое состояние внутреннего мира стало. Посмотрите, вспомните и напишите, что изменилось у вас внешне и внутренне. Очень важно. Очень важно, чтобы вы сравнили сами себя. Не по отношению к кому-то, а сами себя. Это домашнее задание. Буду вам благодарна, мы сейчас двинемся дальше, буду вам благодарна, если вы свои отчеты напишите мне в вордовском варианте или как-нибудь в письменном варианте и вышлите мне. Потому что для меня будет очень важно увидеть вас, насколько вы изменились. Смотрите, если, предположим, вы новые консультанты, только пришли и еще изменения не произошли, или вы давно в компании, но вы не изменились, тогда это для вас. вопрос. Бываете ли вы на обучениях? Запишите список обучений, которые вы прошли. Я еще раз повторяю, я не буду писать, я буду зачитывать, если вы не успеваете за мной, вы можете остановить это видео и записать. Это нет проблем. Просто писать очень долго, мы тогда долго будем просто писать. Бываете ли вы на обучениях? Это первый вопрос. Запишите список обучений, которые вы прошли. Следующий вопрос. Ездите ли вы на события? Бываете ли вы на событиях структурных, на областных, компаний, регионах? Бываете ли вы на этих событиях? Следующий вопрос. Как часто вы бываете там? Может быть неправильно задам вопрос, задам по-другому. на всех ли событиях компании вы бываете? Это очень важный вопрос, потому что если у вас ничего в вас не изменилось, ни внешне, ни внутренне, я сразу могу сказать, вы нигде не обучаетесь, вы не ездите на события, а именно события дают такую возможность, именно определенные обучения дают возможность развиваться, увидеть тех людей, которые действительно не просто на картинках, а вживую, вы можете с ними поздороваться, вы можете услышать их. Это очень важный фактор. Прежде чем мне вырасти, прежде чем начать разбираться в сетевом маркетинге, я очень много прошла обучения. Может благодаря этому я и преподаю вам. Если бы я не прошла такой уровень обучения, то как я могла бы вам рассказать о тех вещах, о которых вы с успешными людьми в своем окружении, общаетесь ли вы с успешными людьми в своем окружении, или только забираете свои заказы. Почему я это говорю? Я знаю, что очень многие прибегают на агентский пункт, выставивают очередь, или если нет очереди, то очень быстро берут свои заказы, быстро, быстро, быстро и убегают. Если человек просто пользуется продуктом, конечно же, у него, может быть, только внешние изменения могут произойти из-за продукции, но внутренних навряд ли, потому что обычно такие люди бегом, 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 им некогда пообщаться со своим наставником, им некогда увидеть тех людей, которые находятся в этом окружении, им, они никому не задают вопросы. Те, кто начинает общаться с другими, с параллельными структурами, неважно, просто общаться с теми людьми, которые приходят также на агентские пункты, тогда они начинают видеть, что, оказывается, есть такие возможности, о которых они не слышали. Но важен еще другой момент. Если вы общаетесь, вообще ваше окружение находится на низком уровне, пусть они будут добрыми, пусть они будут ласковыми, но они не развиваются, то тогда и вы не развиваетесь. Всегда развитие происходит, когда вы общаетесь с теми людьми, которые выше вас. Тогда у вас появляется вектор тяги. И вот следующий вопрос, кто для вас является примером или вектором тяги Фаберлик? может быть не Фаберлик, может быть какой-то преподаватель, может быть какой-то бизнес-тренер, может быть еще кто-то. Напишите их фамилии и запишите пожалуйста, чем именно вы восхищаетесь у этого человека, что именно вам нравится. Может быть вам нравится, как он себя ведет, может быть вам нравится его внешний облик, может быть вам нравится, как он говорит. Может быть вы понимаете, что именно этот человек, он что-то такое задевает в вашей душе, что вы прям стремитесь на него быть похожим. Был у меня такое время, был такой пример и не один, когда я поднималась, как только я достигала того результата, кто был выше меня, и я достигала такого результата, я искала нового человека, на кого я могу уравняться на объемы, на квалификации, на уровень понимания, на уровень мышления и все остальное. Напишите. Следующий вопрос. Что вы сделали, чтобы получить доступ к телу, в кавычках, конечно, именно к этим людям? Какие действия или какие достижения, чтобы вас заметил этот человек? Я никогда не забуду, как я добивалась внимания таких людей, как мне было важно, чтобы я могла подойти ближе и задать определенные вопросы. Я никогда не забуду, как моя партнер, мы в разных структурах, когда ее привели на мой первый склад тогда был, и как она мечтала быть в кругу людей, вот именно этих известных, именно этих сильных духом и внешне и мы же собирались, мы чаепитие устраивали, мы дни рождения устраивали, и она знала об этом, она наизнанку вывернулась, она сделала такие разные действия, чтобы именно это сделать, что вы сделали, и сделали вообще. Мой вышестоящий наставник Заварухина Светлана говорит одну фразу, благодаря которой я действительно стремлюсь и действую. Информацию нужно получать из первых уст, от оригинала. Если, предположим, Алексей Геннадьевич Нечаев дает определенную информацию, о чем-то говорит, но, например, съездила Светлана туда с ним, пообщалась и привезла нам, это уже не из первых уст. Если у вас есть желание услышать, увидеть и быть присоединение к этому человеку, который говорит выше, тогда для этого необходимо что-то сделать. Если вы ничего не сделали, поставьте себе галочку, что вы не сделали, но если вы сделали, напишите эти моменты. Зачем я вам все это говорю? Сейчас объясню. Дело в том, что сетевой маркетинг это не только деньги, это не только доход. Очень многие или приглашают только на продукт, или только на деньги. И происходит какая ситуация? Человек приглашает на эксклюзивный продукт, а человек, которого пригласили, он просто закупается, затаривается, ставит на полочки, а если он не продает, то естественно это все на полочках, что-то попользовался, а что-то не попользовался, и стабильности, роста нет. Очень многие приходят на стартовую программу, начинают двигаться, но в этот момент вы с ними не работаете, в этот момент вы не помогаете им, и не предлагаете что-то большее, и соответственно что происходит, у вас происходит страх предложить что-то большее, а новичок закончил стартовую программу, и все, и уже шатковалка где-то находится. Если вы предлагаете только деньги, это хороший подход, но не для всех, потому что есть люди, которые действительно уже от природы лидеры, и они пришли, и им даже толком ничего говорить не надо, они сами возьмут все в свои руки, у них предпринимательское мышление, и они сами начнут это делать, их только нужно вести, подсказывать и подталкивать, но не все лидеры в мире, всего 5% лидеров на земном шаре, 5% всего, которые придут, сами возьмут и сами сделают, поэтому предлагать всем полностью только деньги, это ошибка, объясню почему, предположим к вам пришел наблюдатель, вы ему пообещали, ну как вот помните позиция, вы ему пообещали, что он через определенное время начнет получать определенный доход, а он не готов, он не развивается, он не посещает обучение, наставник неправильно с ним работает, в конечном итоге что происходит, наступает это время, человек не достигает этого дохода, что происходит, и он уходит, если человек разочаровывается, что он не достиг этого, он не будет вас больше слушать, он не будет вам доверять, возможно со многими из вас это и происходит, потому что на самом деле люди пишут и говорят, как же мне сдвинуться, вот ничего не получается, очень важно, то, что мы до этого с вами проговаривали, очень важно определить, что дал вам Фаберлик, и даже если вы еще не достигли больших результатов, то вы можете предложить людям именно то, что дал вам Фаберлик, именно то, что вас он уже видоизменил, уже сейчас какая трансформация произошла с вами, первый, какой вы были и какой сейчас вы стали, если вы это будете предлагать своим новым консультантам, но вновь приглашенным людям, другой мир, другую жизнь, улучшение в жизни, другие понятия, другое мышление, вот именно, понимаете как, если вы будете предлагать то, что предлагаю я, не сработает, важно, во что вы верите, а если вы верите, что ваше лицо стало лучше, то на это придет человек, на продукт, если вы верите, что вы стали другими, на это придет человек, и я не говорю, что там денег не будет, деньги, они приходят все по порядку, то есть когда человек приходит, начинает развиваться, начинает видоизменяться, начинает какие-то изменения в своей жизни делать, соответственно у него появляется больше уверенности, соответственно вы прописываете с ним определенные планы, и он двигается по этим планам, но не потому, что нужно сделать такое количество баллов, или вот такое, а потому, что ему хочется вверх, ему хочется общаться с другими людьми, ему хочется стать в этой жизни совершенно другим человеком, определите, что дает вам фаберлик, и предложите это людям, меняя жизнь других, так, другой сломается, меняя жизнь других, вы меняете свою, если с вами рядышком будут преданные новички, которые с вами останутся надолго, если они будут понимать, что они будут скучать без вас и без того, что их окружает фаберлик, то тогда ваша жизнь изменится, потому что эти люди пришли на малое, но они начали двигаться, они начали развиваться, и они совершенно по-другому стали относиться и к сетевому маркетингу, и к вам, и вообще ко всему миру, а деньги, они придут, деньги, они будут, но именно об этой теме мы с вами будем говорить на следующем занятии, меняя жизнь других, вы меняете свою жизнь. С вами была Куряча Татьяна, до новых встреч, дорогие друзья, обязательно сделайте домашнее задание, потому что следующий урок должен уже на готовое прийти, если вы работаете с собой, если вы поймете, на что вы можете приглашать людей, то тогда у вас состоится старт нового каталога, нового вашего этапа в жизни и вашей трансформации. До новых встреч! Продолжение следует...